Скажите, пожалуйста, какими показателями нужно характеризовать прошедший год? Сегодня мы... формально наше мероприятие называется «Коллегия». Мы подводим итоги работы за 2019 год в Орске Межрегиональной прудоохранной прокуратуры. Но по большому счету, конечно, это будет, наверное, такой детальный разбор полетов, что сделано, что предстоит сделать. И, конечно же, следует понимать, как и определить акценты. Но акценты, допустим, для Тверской области, для всего региона и Волжского региона бассейна, и не случайно мы называемся Волжскими, да, конечно, нас беспокоит это сброс загрязненных сточных вод. Я вам скажу, что с 2015 года, допустим, и первое очередное внимание, прокурор обращает на это внимание, в Тверской области снижается объем сбросов загрязненных сточных вод. Сегодня мы можем говорить, что без очистки, допустим, а Волга, наверное, самая длинная, больше 700 километров на территории Тверской области, прекращен сброс без очистки, сегодня в Волгу без очистки воды, водоотведение не производится. И снижение идет на 30%, на 31 миллион кубометров. Ну, как пример, допустим, громкий, ну не громкий, а результат, в том числе, конечно же, и прокуроров, это в Зубцовском районе, я уже об этом говорил, и мы размещали информацию, Power, Ростелеком, обеспечена нормативная очистка, потрачены значительные средства, почти 4 миллиона рублей. Долгое время, и тоже я считаю, что заслуга во многом прокуроров, это племзавод Заволжская. Я понимаю, что люди, которые проживают рядом, не совсем удовлетворены той работой, которая там проведена, но работы продолжаются, а те требования, которые заявляли прокуроры, по которым состоялось судебное решение, значит, предприятием выполнено, и сегодня осуществлено строительство очистных сооружений, на крупнейшем свиноводческом комплексе, больше 350 миллионов рублей затрачено, и сегодня те воды, которые сбрасываются, они соответствуют требованиям норматива. То есть, если какой-то запах присутствует, ну это актуально, для Тверской области это актуально, много людей проживает в этом регионе. И таких примеров только по Тверской области, их немало, это и коммунальное хозяйство в городе Кашин, сегодня мы говорим о том, что, вот буквально вчера я интересовался, и мне докладывали, мы постоянно держим на контроле ситуацию в Осташкове, где воды, которые сбрасывают, они соответствуют нормативам. Да, присутствует запах определенный, местами еще, то есть работа тоже продолжается, но вода, которая сбрасывается от очистных сооружений, работают в соответствии с требованиями и нормативами закона. Отдельный вопрос, который беспокоит людей, но и нас, и меня, и детей моих, и всех нас, это, конечно, размещение отходов. Я вам скажу, что тоже есть чем похвалиться, но, с другой стороны, наверное, больше некоторые результаты, как пример, допустим, возбуждения дела в отношении предприятия, которое готовит и выдает документы работникам, которые связаны с обращением отходов, да, то есть здесь люди уже на этой стадии, то есть, ну, фальсифицируют документы и за деньги продают документы, и потом люди работают в сфере обращения отходов, которые фактически не прошли обучение, с поддельными сертификатами и документами, и такие факты выявлялись нашими прокурорами, учебный комбинат автошколы выдавала такие документы, и руководитель привлечен по нашей инициативе к уголовной ответственности. Мы говорим о том, ну, как пример для прессы, для людей, пять фактов значительного размещения, массового размещения отходов, незаконных размещений отходов. Это у нас был и в Вышневолочок, Конаковский, Лихославский район. Прокуроры выявляли эти факты, в том числе по обращению, инициативному обращению граждан. Там свалки эти ликвидированы, и по данным фактам расследуются уголовные дела. То есть недолго мы стремимся к тому, чтобы ликвидировалась свалка, чтобы и виновные лица понесли установленную законом ответственность. МУП, Доркомсервис и его полигон возложены обязанности рекультивировать полтора гектара земель по требованиям прокуроров. Земель лесного фонда, где также была образована свалка, это поселок Новозавидовский, Конаковский район. А эксплуатация этой незаконной свалки, она прекращена, и я считаю, что тоже во многом заслуга прокуроров. Мы говорим о том, что по инициативе прокуроров изъято из незаконного пользования только в Тверской области более 700 гектаров земель лесного фонда и возвращено в федеральную собственность. Это только в Калининском районе. Такие факты есть и на территории других субъектов. Каждый из вас, двигаясь на дачу, передвигаясь, а с учетом того, что вы журналисты видите, как много вдоль дорог автомобильных завалов вырубленного леса находится и используется лесозаготовителями, в том числе легальными лесозаготовителями. В Тверской области вновь назначенный Осташковский прокурор реализовал практику привлечения, мы говорим, лиц, которые легально занимаются лесозаготовкой, но в то же время злоупотребляют своими возможностями, и земли, которые используются под хранение у дорог, федеральных, субъектовых дорог для складирования леса, они используются самовольные. И поэтому данные лица, вот эта практика наработана, привлекаются к административной ответственности, и только вот несколько месяцев такой работы, и я думаю, что мы в этом плане тоже наведем порядок, и если земли эти используются, то они должны использоваться в соответствии с требованием закона и возмездно. Мы говорим о том, что в Тверской области во многом, тоже благодаря, я считаю, снижено количество незаконной рубки. Несмотря на то, что и мы читаем, и мы видим, и мы это знаем, что достаточно много злоупотреблений в этой сфере есть, тем не менее, как результат, количество незаконных площадей снизилось, но количество фактов снизилось, а количество по объему увеличилось. Это только голая статистика. И есть проблематика, над которой работает сегодня и законодатель, и прокурор. Мы ищем, что называется, сегодня пути решения проблемы нормативно, чтобы было понимание. Прокурор сегодня настолько состязательный и открытый процесс, то есть фактически любое решение, даже с органами государственной власти на уровне субъекта, проходит обжалование до Верховного суда. Вот мы ставим, казалось бы, простейшие вопросы и получаем судебное решение абсолютно законное, и мы знаем, что оно законное, и мы знаем, что оно будет реализовано об установлении границ водоема. Нет же, значит, процесс обжалования проходит до Верховного суда, и только спустя год-полтора при затрате колоссальных усилий судебное решение вступает в законную силу. То есть такая маразматическая немножко ситуация. То же самое происходит в части, вот я начал говорить, наведение порядка в лесу. То есть фактически сегодня лес рубится на землях, которые выделены в аренду и специально под эти цели. И где-то около 75% незаконной рубки идет именно на арендованных участках. То есть там есть хозяин, который должен следить за порядком. Но сама процедура и форма договора не дает нам пока возможности. Он настолько формален и не возлагает обязанность на арендодателя следить за порядком, но на тем участком, которым он пользуется. Что вот сегодня мы не нашли пока, несмотря на то, что уже скоро как 30 лет работаем, возможность пресечь и заставить арендатора наводить и следить за порядком на арендованном лесном участке. А в основном, конечно же, я говорю, хищение этого леса происходит именно на арендуемых участках. И, конечно же, смолчаливо согласие. Я не побоюсь об этом говорить, я везде об этом говорю. То есть кто ворует и как ворует, конечно же, схемы эти наработаны. И здесь тоже есть о чем говорить. Мы говорили это и на коллегии, информировали и губернатора области по этой ситуации, и руководителя Министерства внутренних дел по субъекту. Десять уголовных дел возбуждено по нашим материалам, в том числе по нашим материалам. Они расследуются. Такие факты не остаются без внимания. Говоря, допустим, в общем о работе в Орской прокуратуре, ну, у нас немного, всего 170 человек по Волге работает, оперативных работников, с учетом вакансии, постоянного движения кадрового. Я вам скажу, что выявлено более 25 тысяч нарушений закона. Из них почти 3 тысячи нарушений закона выявлено только в Тверской области. Но здесь есть небольшая хитрость. Почему так много? То есть это даже более 10%. Потому что в Тверской области у нас две прокуратуры. Достаточно аппарат работает. То есть здесь сконцентрирован основной массив личного состава в Орской прокуратуре. И, конечно, много внимания уделяется. Мы область видим практически насквозь. Многие живут здесь, много видим своими глазами. Почему? Потому что основная проблема для нас, это, конечно, получение информации, нарушение природоохранного законодательства. Не глобальные, не статистические, где речь идет о системных выбросах в атмосферу, загрязнении почв, а точечные, где незаконно используется полигон ТБО, где образуется свалка, где систематически начинается вывозиться незаконно лес. Я сам достаточно часто, двигаясь по области, набираю прокурору и в виде нарушения какие-то ставлю задачи и пользуюсь сегодня этими гаджетами. То есть фотографирую место, привязываю к территории, заставляю и требую доклада по устранению нарушений. Поэтому так много, 3000 нарушений только в Тверской области. Для устранения нарушений внесено более 14000 актов прокурорского реагирования и 10% это Тверская область, 1498 актов прокурорского реагирования Тверским и Осташковским межрайонными прокурорами. По требованию прокуроров свыше 500 лиц только в Тверской области привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. И вы должны понимать, и мы это понимаем и знаем, это, как правило, должностные лица, потому что органы прокуратуры за деятельностью граждан надзор не осуществляют. Это достаточно большая цифра, и мы сегодня тоже будем это детально разбирать, кто за что системные нарушения. В органы, правоохранительные органы направлено более 30 материалов. Я уже говорил о том, что о привлечении, об уголовном преследовании. 10 уголовных дел расследуются. Речь идет об экологических преступлениях в сфере экологии. Это достаточно большая цифра для любого субъекта, для оценки любой прокуратуры. Ну, сказать удовлетворен, не удовлетворен, сложно сказать. Вот сейчас будет большой, у нас откровенный разговор состоится с коллегами. Конечно же, есть определенное чувство неудовлетворения. Есть, потому что есть над чем работать. И понятно, что в одночасье ситуацию с исчезными сооружениями, с выбросами в атмосферу, с загрязнениями почвы, это такой вечный процесс, вот как волк и заяц. Это жизнь, но я говорю, не то что обидно, а когда вот эти процессы возникают, о чем я начал, вот учреждение продает дипломы для тех, кто вывозит и собирает мусор, у тебя же во дворе. Ну, человек не знает, как это использовать, да. Ты же живешь, ну, это вредительство, настоящее вредительство. Это делается, или же организовываются свалки. Ведь это делается сознательно, незаконная рубка. Это тоже достаточно масштабные, вот эти все процессы. Они ведь происходят, в том числе и с нашего молчаливого согласия. Поэтому, что называется, это вечный процесс, вечный бой, это жизнь. Продолжение следует...